Подождем, пока все подключатся. Меня зовут Дроздова Анна Андреевна, я врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Аклиник. И сегодня мы поговорим с вами о препарате для биоревитализации Новокутан. Сейчас еще чуть подождем, когда он станет побольше смотрящих нас. Почему мы выбрали эту тему, почему именно Новокутан и почему именно сейчас? Поскольку сейчас достаточно определенное время, когда нужно с предельной ответственностью относиться к себе, к своей гигиене, следить за своим здоровьем, в том числе за здоровьем кожи и повышать барьерную функцию кожи. Для того, чтобы она была целостной и защитила нас от всех вредных влияний. Поэтому мы поговорим про Новокутан. Что это? Зачем это? Почему и для кого? Ведь препаратов биоревитализантов на рынке огромное множество. Большинство прекрасно себя показали, для чего сделали, грубо говоря, еще один. Для того, чтобы позаботиться не только защитить кожу от хроностарения, то есть от изменений, которые происходят не с возрастом и определяют старческие изменения, но и защитить кожу от внешних воздействий, таких как ультрафиолетовое излучение, факторы загрязнения окружающей среды воздуха, полютанты, голубой свет смартфонов. Мы, нету, наверное, сейчас человека, который никак может полностью оградиться от смартфонов и компьютеров. Также от ароматических соединений, прижарки пищи в том числе, факторов стресса, недосыпа, психоэмоционального стресса. Для этого был придуман препарат, поскольку сейчас в теории старения считается, что примерно 70% факторов, которые накладывают влияние на наш внешний вид, это все-таки факторы окружающей внешней среды. И 30% это генетика, то есть то, что дала нам матушка природа и родители, грубо говоря. То есть как бы вам не повезло с точки зрения генетики, если вы живете в мегаполисе, в смартфоновом, мы, к сожалению, не защищены от вредных воздействий. Поэтому были придуманы препараты новокуталов. Их два. Сейчас поподробнее про них расскажу. В чем особенность? Это не только гиалуроновая кислота, но производители взяли молекулу гиалуроновой кислоты и в ее состав встроили оптически очищенный аминокислот. То есть это препарат с аминокислотным составом. Для чего это нужно? Аминокислоты, они улучшают транспорт внутри клеток, процессы питания клеток, восстанавливают ее защиту, пластическую функцию клетки. То есть это не только увлажнение, регидратация с помощью гиалуроновой кислоты, но и нормализация всех процессов работы клетки с помощью активаций, в том числе сигнальных молекул, которые влияют на клетку, чтобы она была здоровой, умноживалась, причем чтобы это происходило со всеми клетками кожи. В линейке два препарата. Новокутан Y-Bio и S-Bio. Чтобы не запоминать сложные названия, можно сказать, что препарат Новокутан Y-Bio это для кожи молодой, 20+, так называемый. Вы можете задать мне вопрос, почему 20-летней девушке потребовалось делать биоревитализацию. Поскольку сейчас спрос на косметологические процедуры изменился, сейчас даже молодые приходят, но запрос не в том, чтобы разглавить морщины, а улучшить качество кожи, поскольку одним из направлений, с чем помогает работать этот препарат, это синяки, то есть темные круги вокруг глаз, литовская цвет лица, расширенные поры. Ширенные поры, чтобы сделать молодую кожу более сияющей и помочь ей противостоять факторам воздействия окружающего негативного. И препарат второй, это Новокутан Y-Bio. Это препарат для более взрослых, или, так скажем, 30+. По составу он отличается тем, что там более высокая концентрация аминокислор, которые устроены в молекулы гиалуроновой кислоты, то есть он чуть более концентрированный, и поэтому помимо профилактики воздействия окружающих факторов среды, также помогает бороться. Он помогает бороться с морщинами, он помогает добиться лифтинга за счет чуть большей стимуляции, активации коллагена, чтобы, грубо говоря, привести кожу в тонус, чтобы было намного меньше вот мелких-мелких морщинок. Поэтому, конечно же, все препараты выбираются по показаниям. Поступил вопрос, как называется второй препарат. Он называется навыкутан С-Био через С. Можно вопрос? Да, у меня куча вопросов, когда мы... Вернее, когда вы стали рассказывать про причины. Первое – это незнакомое слово полютанты. Что это? Полютанты, грубо говоря, это мелкие частицы загрязнения, выхлопных газов, то, что выделяют автомобили у нас в городе, работают различные производства. Мелкие-мелкие частицы, которые седают на нашей коже, по-моему, бывают достаточно мелкие, и, так скажем, невидимые загрязнения. А как они влияют на кожу? Почему вот нужен препарат, который бы боролся вот с этими частицами? То есть что они делают? Препарат сам или полютанты? Да, 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 полютанты. То есть что они делают, что нам понадобилось за счет? Во-первых, они нарушают, являются одним из факторов нарушения кожных барьеров. То есть они нарушают барьерную функцию кожи, которая необходима для того, чтобы защитить нас от внешнего воздействия. То есть что они делают? Нарушают барьерную функцию? То есть конкретно что они делают? Наша кожа становится более уязвимой к негативным факторам воздействия. То есть кожа становится более чувствительной. Они разрушают браницу кожи, которая защищает нас. Давайте по-русски. Которая нас защищает от всего-всего внешнего и нехорошего. То есть кожа становится более чувствительной к факторам внешнего повреждения. Вы сказали у вас куча вопросов. Да, да, да. И вот следующий вопрос получается. Препарат, который предназначен для молодой кожи, он защищает в том числе от синего света экрана. А чем так плохо этот синий свет? Опять же, что происходит с кожей? От этого, от синего света экрана? Кожа теряет свое сияние. То есть она становится более тусклой. Теряется как-то, теряется светоотражение. То есть красивая, здоровая, сияющая кожа, она отражает цвет окружающей. И это появляется в виде вот этого естественного сияния. Отблеска кожи, чего все мы пытаемся добиться с помощью хайлайтеров. А это естественное сияние здоровой кожи. Получается, что синий цвет экрана, он негативно воздействует на кожу. В том плане, что антизы более тусклые, могут расширять, быть расширенными порами. Как только поры расширенные, теряется эффект однородности поверхности кожи. То есть чем более поверхность кожи более ровная, тем она эстетичнее, красивее, моложе выглядит. А вот получается, да, мы говорили до этого про полютанты, что они разрушают верхний слой кожи и усиливают чувствительность. А усиление чувствительности к чему приводит? Усиление чувствительности делает кожу более подверженной внешним воздействием. Ну в чем это проявляется? Подверженная внешним воздействием каким? То есть что происходит? То есть, например, кожный барьер поврежден, села какая-нибудь бактерия незнакомого постороннего человека на поврежденную кожу. Она сможет, грубо говоря, глубже проникнуть, допустим, вызвать воспаление. А может появиться где-то воспалительные элементы, вы больше подвержены герпетической инфекции и прочее. Вот. А у нас еще раз вопрос. Как аминокислоты помогают воздействовать, предоставить действие отрицательных факторов? Аминокислоты помогают воздействовать через активацию сигнальных молекул за счет воздействия на рецептурный аппарат клетки. То есть... Тут такие сигнальные молекулы. Нефть и дебри пошла. Получается аминокислоты, они стимулируют и улучшают питание клеток кожи. Активируются все транспортные процессы обмена, питание, синтеза коллагена, синтеза других веществ, которые нужны для... То есть правильно ли будет говорить, что при применении препарата клетки начинают работать быстрее, лучше и быстрее восстанавливают себя и, естественно, и кожный покров? Да. Да. Про переверненский язык, что я пыталась объяснить. Все верно. Может быть, еще какие-то вопросы? Ну вот, то есть вот делаем вывод про то, что почему уже молодым 20-летним нужна биоревитализация, то есть она нужна не для... Она нужна не для стимуляции, не для того, чтобы простимулировать кожу, омолодить ее. Она нужна для того, чтобы кожу напитать... Защитить ее, чтобы у нас не было инфекций, воспалений, чувствительности, раздражений. Все верно. Да, и чтобы кожа возобновить ее функцию, ее правильную работу, чтобы она у нас всегда работала, как молодая кожа, а не была поддержана старинностью и скорому. То есть обычно молодые жалуются на синего вокруг глаз, на пустые или на конверсионные круги вокруг глаз, жалуются на то, что тяжелый год произошел со мной, можно ли как-то кожу мою оживить, чтобы никаких морщин нету, нету еще прям каких-то острых признаков уже старения, но хочется как-то сделать себя более сияющей. И для этого мы прибегаем к этим препаратам. И, конечно же, пока вы задавали вопрос, я хотела рассказать самое важное, как делать процедуру, как часто, какой курс. На самом деле, новокутант в плане проведения относится больше к классической биоревитализации. Рекомендованная схема – это три процедуры раз в день в неделю. Но, опять-таки, данный препарат подойдет еще тем, кто... Если вы не хотите ходить с папулами, то использование данного препарата можно и без папулной техники, то есть, чтобы не осталось следов воздействия какого-либо, чтобы вы что-то сделали. То есть, канюльные техники, когда мы используем канюлю, когда через один прокол под кожей наводится есть препарат. То есть, это чтобы не было следов никаких. И вторая схема – это тоже экспресс-схема. Она для тех, кто хочет достаточно быстрый эффект. Что делается? В одну процедуру... Для этого требуются две процедуры, но в процедуре комбинируется использование двух препаратов – EY-Bio и S-Bio. То есть, в одну процедуру мы вводим два препарата одновременно и повторяем через две недели введение еще двух, комбинации двух препаратов. Так мы можем добиться более скорого эффекта для тех, кто ограничен во времени и кто хочет сразу же и намного скорее получить этот эффект. У нас появился вопрос, не кажется ли вам, что не всем молодым нужна биоревитализация? Я пытаюсь это донести, что молодым нужна биоревитализация не с точки зрения стимуляции кожи, омоложения и борьбы с морщинами, а она нужна тем, кто хочет добиться эффекта свежести и сияния на лице. То есть, для молодым пациентам мы не хотим им разглаживать морщины, корректировать им какие-то старческие уже изменения или добиваться эффекта лифтинга. Нет, мы хотим. Мы хотим как раз, чтобы эти изменения не наступали как можно дольше. То есть, это именно мера профилактики, а не мера борьбы с внешними проявлениями старения. То есть, чтобы более серьезные и радикальные процедуры потребовались данной пациентке намного позже, чтобы сразу добиться... В общем, это мера профилактики. Да, как Вы верно сказали, пациентке, которая в более молодом возрасте проведет профилактирующую процедуру, в будущем будет выглядеть моложе и лучше, чем ее ровесница в Афере. Во-вторых, ей потребуется более серьезная процедура и даже прибегать к пластической хирургии либо более серьезным инвазивным косметологическим процедурам намного позже. А правда ли, что данные препараты обладают еще и СПФ-защитой? Да. Считается, что данный препарат является естественным санблоком. Почему? Потому что, к сожалению, очень часто даже мы с Вами неправильно используем СПФ-защитные крема. То есть, как правильно, за 40 минут до выхода на улицу Вы должны нанести адекватное количество крема, как правило, это определенная дозировка солнцезащитного крема на все лицо. Грубо говоря, обычно люди не домазывают. То есть, наносят слишком маленькое количество солнцезащитного крема, он не успевает воздействовать. Допустим, Вы нанесли его за 10 минут до выхода на улицу, фильтр начинает активироваться примерно через 40 минут. То есть, полчаса Вы находитесь без защиты, и Ваша кожа. За счет гиауроновой кислоты, аминокислотных и комплекса аминокислот мы стимулируем не только, в том числе и меланоциты, на естественную защиту от солнца, от ультрафиолетового света. То есть, грубо говоря, опять же, проведя биоревитализацию новокутаном, мы имеем меньший риск получить гиперпигментацию, веснушки. То есть, для пациентов клон со светлыми спототипами, тем, кому уже проводилась коррекция различных гиперпигментных состояний, например, по весне идеально будет сделать курс процедур новокутан, чтобы спрофилактировать, и летом у Вас не появились заново активные большие пигментные пятна. Также, кстати, идеально подходит новокутан как подготовка к лазерной шлифовке. То есть, за две недели до процедуры лазерной шлифовки, вернее, даже за неделю можно будет даже лучше, процедура биоревитализации новокутаном, и тогда мы можем профилактировать в дальнейшем гиперпигментные осложнения. То есть, опять-таки, у фототипов склон для пациентов, которые боятся делать лазерную шлифовку, поскольку там наслушались, услышали, что можно получить пигментные пятна. Ну и плюс в солнечное время года мы все равно продолжаем делать лазерные шлифовки, и вот для подготовки и для реабилитации после шлифовок идеально подходит новокутан. Также новокутан за счет аминокислотных комплексов идеально подходит как подготовка к пластическим операциям, поскольку мы нормализуем функцию кожи, мы улучшаем питание клеток, и за счет этого Вы скорее реабилитируетесь. То есть, все проколы, рубцы... И опять же, повторим этот момент, да, что восстановится барьерная функция кожи, и никакая зараза к нам не прилипнет, которая особенно опасна после операции. После операционной период вы быстрее восстановитесь, красивее сживете, не надо будет потом шлифовать эти рубцы, так скажем, послеоперационные. И в целом вся реабилитация будет очень-очень комфортная. Так что как подготовка к процедурам идеальный вариант. Может быть, я еще что-то не сказала? У меня пока вопросов нет, может быть, есть у подписчиков. Кстати, также я не рассказала по поводу того, что препарат Новокутан С-Био, который для более взрослой кожи, его также можно колоть, используя техники минимально заметные. То есть, если Вы не хотите, чтобы на работе, в Вашем окружении, кто-то заподозрил Вас в проведении эстетических процедур. Существуют техники для введения этого препарата, после которого буквально несколько колов, и Вы свободны. Максимально комфортно переносится данная процедура. Может быть, появятся какие-нибудь вопросы у наших зрителей. Спасибо за полезную информацию. Спасибо, что смотрите наши прямые эфиры. Ждем вопросов. Также, кстати, хотела сказать, что поскольку сейчас все мировое сообщество и весь мир борется с эпидемией коронавируса, на данный момент клиники медицинские. Они являются самым чистым местом, можно сказать, в городе, поскольку здесь мы регулярно следим за обработкой помещений. То есть у нас здесь в стерильных условиях регулярно проводится очищение с помощью защитных ламп. Поэтому у нас все по соблюдениям. Мы все соблюдаем абсолютно все нормы санпин-режима. Ну что, вопросов пока к нам больше не поступает. Поэтому спасибо за вопросы, кто их задавал. Огромное спасибо всем, кто у нас смотрел. И будет потихонечку завершать прямой эфир. Напомню, что с вами была Верезда Уайна Андреевна. Арк-клиник. Буду рада видеть вас в следующий раз в следующих прямых эфиров. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok